Приветствую вас, если вы обратились к психологам, то ответ на ваш вопрос, надеюсь, вам поможет, но хотя и предполагаю, что он не понравится вам. Если же вы обратились все-таки к эгостерикам, но по ошибке написали в раздел «Психология», то я рекомендую вам продублировать свой вопрос туда. Там вам ответить на него более конкретно. Для ответа с точки зрения психологии вы дали достаточно мало информации, но тем не менее достаточно, чтобы сказать вам какие-то определенные вещи. Правда, эти вещи будут довольно общими, потому что вопрос у вас общий. Итак, основной запрос, который вы задаете, это про свою жизнь. И ответ на него будет такой, что у вас несчастливая жизнь потому, что вы не несете за нее ответственности. Вы перекладываете даже сейчас ответственность на других людей или на какие-то факторы, обстоятельства и так далее. Вы пытаетесь найти виноватых, виновных в том, что у вас несчастливая жизнь, а также вы ищете, хотите найти, вернее, оправдательные конструкции для того, чтобы оправдать себя за то, что у вас такая несчастливая жизнь, чтобы вам сказали, вот у вас несчастливая жизнь потому-то, потому-то, потому-то. И все. На самом деле это будет, конечно, может быть правильно, если вам скажут, например, что у вас несчастливая жизнь потому, что вы, допустим, не несете ответственности, да? А не несете ответственности потому-то, потому-то вас не приучили нести ответственности. А почему вы ищете, там, виноватых или какие-то оправдания? Потому-то родители, родители в вашей семье искали виноватых и искали оправдания. И вы так же делаете и сейчас. То есть вы, по сути, повторяете родительскую модель поведения. Только у родителей модель поведения была более эффективна, а у вас эта модель поведения уже не работает. А новую модель поведения вы не освоили. Понимаете? То есть вот такая вот, такой может быть ответ. Такой может быть ответ, но это тоже причина. То есть причина получается в родителях, да? Что вот родители не научили, родители не дали. Вот. Но, вы знаете, на самом деле, даже если проработать с вами тот факт, что, ну, факт детско-родительских отношений, даже если убрать обиды на родителей, даже если вы перестанете дерзать на них обиду, перестанете дерзать на них зло, вы осознаете родительский сценарий поведения, вот это вот все у вас будет. Уникальный вопрос, а что дальше? Ну, дальше что? Вот вы это все узнали, вы это все проработали, осознали, ура! А что дальше? А дальше, вам все равно, так или иначе, нужно будет брать ответственность за свою жизнь и понастоятельно делать ее счастливой. И вот что мешает вам вашу жизнь делать счастливой? На этот вопрос знаете ответ только вы. Может быть, вы не имеете представления о том, что такое счастье, или имеете через чересчур идеализированное представление о том, что есть счастливая жизнь. Потому что счастливая жизнь бывает только в сказке, и только очень небольшой, кроме же так времени, как правило, в конце. А вот то, что происходит потом, после, так сказать, титров, или после оглавления в книге, нам, как правило, уже не говорят. А далее идет линия быта, и эта линия быта чередуется разными отрезками жизненного пути человека, где-то хорошими, где-то плохими. И чтобы человек в плохие моменты своей жизни имел силы идти вперед, а в хорошие моменты жизни осознавал, что он двигается в верном направлении, Необходимо иметь свои четкие цели, четкие взгляды, четкие установки конструктивные, и свои ценности. Ценности и идеалы. Ценности и идеалы как ориентиры для вашей жизни. Вот это необходимо для счастливой жизни. Что касается второй части вашего сообщения, то здесь, я думаю, можно поработать со страхом, можно поработать с причинами страха. И благодаря консультациям это всегда довольно длительный процесс, потому что со страхами вы жили, и не всегда вы можете осознавать причину этих страхов, потому что, как правило, как правило, сознание вытесняет истинную причину страха в подсознание, ну то есть сперва в предсознательное, потом в подсознание. То в предсознании страха можно найти только лишь в процессе бесед с вами, в процессе поисков, в процессе анализа ваших ассоциаций, ваших сновидений и так далее. То есть это вот работа уже такая, непосредственно конкретная с вами, но есть и ряд средств, которые могут помочь вам и без этого. И без этого, но все-таки, на самом деле, необходимо поговорить о том, что же вызывает у вас приступы страха. Не нужно думать о том, что ваша жизнь это наказание за что-то. Нет, опять же, нет такого феномена наказания человека за что-либо, потому что получается, что кто-то решает, кому же хорошо, кому же плохо, но ведь хорошо и плохо для всех людей. Людей дифференцируется. В общем, эта позиция тоже является оправдатой. То есть вы как будто бы говорите, ну вот за что мне это все? Вот почему я живу так? А вам не за что. Это все и не почему вы живете так. Это просто с вами происходит. И это нужно принимать. И уметь находить из этого выход, опять же, путем взятия на себя ответственности за свою жизнь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделать все его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.